Второе октября среда. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко на телеканале Белсад. В студии для вас работает Алла Перумова и вот главное к этому часу. Российские войска всю ночь атаковали Украину беспилотниками. Взрывы слышали во многих областях, в частности в Киевской, Одесской и Сумской. По Харькову и двум населенным пунктам области Россия ударила управляемыми авиабомбами. Два человека пострадали, один из них – иностранец. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали кадры последствий ночной атаки. Удар пришелся по КПП и портовой инфраструктуре в Одесской области. Работа в пункте пропуска Орловка временно приостановлена. Российские войска, вероятно, оккупировали город Углидар в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта Deep State. Официальный Киев пока не подтверждал и не опровергал эту информацию. Накануне в 72-й механизированной бригаде ВСУ заявили, что вечером 1 октября отдельные части города все еще находились под украинским контролем. В пророссийских телеграм-каналах распространяют видео, на котором военные поднимают российский флаг над зданием администрации города. Аналитики Американского института изучения войны сообщили, что большинство украинских подразделений, которые находились в Углидаре, смогли избежать окружения и покинули город. По их данным, захват города России вряд ли изменит ситуацию на поле боя. Вслед за Ираном хуситы также сообщили о нанесении ракетного удара по Израилю, как они утверждают, по военным объектам. Представитель группировки Яхья Сария также заявил о готовности участвовать в любой совместной военной операции исламских сил против Израиля. Тем временем, глава иранского МИДа предостерег США от вмешательства в ирано-израильский конфликт. Информагентство Reuters отмечает, что Тегеран может решиться атаковать американские базы на Ближнем Востоке. Тем временем, сразу после атаки Ирана во вторник вечером, премьер Израиля объявил о возможном ответном ударе. Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он заплатит за это. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила. Кто бы на нас не напал, мы нападем на него. Напомню, во вторник вечером иранская армия запустила почти 200 ракет по территории Израиля. В Тегеране аргументировали удар гибелью лидеров Хизбаллы и Хамас. Сразу же после иранской атаки армия обороны Израиля нанесла авиаудары по столице Ливана – Бейруту. Как сообщали в Цахал, удар был нанесен по производственным цехам Хизбаллы, где производились боеприпасы. Местные жители опубликовали кадры сразу после атаки. В то же время продолжается наземная операция Цахал на юге Ливана. Армия Израиля заявила об ожесточенных боях в южной части страны и призвала жителей региона не посещать районы южнее реки Литане. В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке уже через несколько часов в Нью-Йорке пройдет экстренное совещание Совета безопасности ООН. Этим утром два взрыва прогремели рядом с посольством Израиля в Копенгагене. Полиция Дании утверждает, что пострадавших нет, а обстоятельства произошедшего уже расследуются. Посольство Израиля в Фейсбуке выразило шок от взрывов, заявив, что полностью доверяет датской полиции. О возможной полной блокировке YouTube российские власти говорят уже давно. Если это произойдет, мы продолжим транслировать наши информационные выпуски в телеграм-каналах. Вот так и вот так подробнее. QR-код канала Воттак вы сейчас видите на экране. В описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы. А пока YouTube в России и Беларуси еще работает, поддержите нашу работу. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал, если для вас это безопасно. В столице Польши заканчивает работу Варшавский форум по безопасности. Среди его участников много первых лиц, в том числе президенты Польши и Грузии. Анджей Дуда и Соломезу Робешвили также провели переговоры, обсудив, среди прочего, деструктивную роль России в контексте европейской безопасности. И Европа, и Америка хорошо знают, но и мы, грузины, тоже знаем, что Украина борется не только за свою независимость, суверенитет, свободу и мир, но и за всех. За Европу в целом, в том числе и за нас. За все те страны, которые являются соседями России и уже испытали российскую агрессию. Мир в Европе может нарушить только Россия. Кроме того, президенты обсудили непростую ситуацию, которая сложилась в Грузии, где правящая партия «Грузинская мечта» де-факто отступает от европейских стандартов демократии. Поэтому так важен итог парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. Мы все с нетерпением ждем, какое решение примет народ Грузии, избиратель. Мы, конечно, поддерживаем стремление Грузии вступить в Евросоюз. Я, конечно, никогда не сомневался в том, что Грузия хочет стать членом ЕС. Но и у самой Грузии должна быть такая власть, которая действительно хочет и делает все, чтобы стать членом Европейского Союза. Не только выражать желание, но и выполнять те условия, которые являются предпосылкой для членства Грузии в Европейском Союзе, в том числе в сфере верховенства права и стабильности демократических институтов. Кстати, сегодня стало известно, что президент Грузии отказалась подписывать закон о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды, принятой по инициативе «Грузинской мечты» и по образцу печально известного российского закона. Падение цен на топливо и энергоносители стало причиной снижения инфляции в Европе. Впервые с 2021 года средняя для всех стран ЕС инфляция ниже 2% в годовом выражении. На фоне этой динамики участники рынка ожидают, что Европейский центральный банк может снизить базовую ставку. Как итог, кредиты в евро для бизнеса и граждан могут стать дешевле. Это способствует росту потребления и благотворно сказывается на экономике. Но аналитики все же выражают беспокойство по поводу состояния экономики в Германии, крупнейшей в ЕС, где существует риск рецессии, согласно данным аналитической компании S&P Global. А тем временем в России ожидается увеличение ставки Центробанка до 21% к концу года, чтобы сдержать инфляцию. Это означает, что кредиты станут дороже и экономика будет расти медленнее из-за высокой стоимости займов. Силовики пришли с обыском к российскому оппозиционному политику Льву Шлозбергу. Этим утром в дверь его квартиры в Пскове постучались представители силовых ведомств вместе с пропагандистами телеканала Russia Today. По их данным, против Шлозберга возбуждено уголовное дело об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Этот статус, который сам политик назвал оскорбительным, Министерство юстиции России присвоило еще в июне 2023 года. После обыска зампредседателя партии Яблоко увезли на допрос. Об этом заявили в пресс-службе партии. Вместе с ним находится адвокат. На данный момент поясняются все подробности. Напомню, в феврале 2024 года суд в Псковской области трижды оштрафовал политика за нарушение закона об иноагентах. В партии Яблоко, которая находится в оппозиции по отношению к Кремлю, тогда сообщили, что общая сумма штрафов составила почти 700 долларов США. Министерство финансов США внесло в санкционный список по киберпреступлениям семь граждан России и две российские компании, связанные с известной хакерской группировкой Evil Corp. Ее связывают в том числе с кибератаками в интересах Кремля на протяжении последнего десятилетия. Санкции ввела и Великобритания против 16 членов группировки, сообщает МИД страны. Foreign Office утверждает, что хакеры атаковали правительственные учреждения и частные компании Великобритании с помощью программ-вымогателей, заработав на этом сотни миллионов долларов. В обоих списках значится, в частности, лидер Evil Corp Максим Якубец. В российские больницы к пациентам пустят священников только из централизованных религиозных организаций. Это следует из новых правил посещения больниц священнослужителями, которые разработали в Минздраве по просьбе Русской Православной Церкви. Согласно нововведениям, больницы смогут допустить священников в палаты интенсивной терапии и реанимации по специальным разрешениям. Авторы инициативы уверены, что она послужит препятствием для маргинальных объединений. Если священнослужитель не будет относиться к традиционным конфессиям, он не будет допущен к пациентам, вне зависимости от их желания. Маленькая бегемотиха Мудэн, рожденная в июле в одном из зоопарков Таиланда, стала неожиданным стимулом для предпринимателей страны. Благодаря очарованию популярности в социальных сетях произошел взрывной рост продаж продукции с ее изображением – от кондитерских изделий до игрушек. Одним из примеров стало кафе в Бангкоке, которое начало выпускать торты в форме бегемотов. Фото первого торта в соцсетях стало вирусным, собрав миллионы лайков и комментариев. За 10 дней заведение заработало тысячи долларов. Не только кулинария почувствовала на себе влияние Мудэн, но и производство игрушек, косметические и модные бренды. Ее популярность вышла за пределы Таиланда, привлекая внимание международных компаний. Это были все новости к этому часу. Итоги дня с аналитикой и прогнозами смотрите в вечернем выпуске программы «Вот так». Я же на этом прощаюсь с вами. Увидимся завтра в то же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова